Всем привет, это Джей. Продолжаем читать мою книжку третью. У нас шестая глава. Первое, что хочу сказать, ее нигде нет в открытом доступе, поэтому читайте, что... О, обновленная проверено. Считайте, что это эксклюзив. Второе, сразу, наверное, предупредить, в этой главе много жестокости, насилия, пытки, издевательства, убийства жестокие, инцест, возможно, педофилия, я точно не помню. Ну, короче, это как раз у меня в каждой книге есть такие моменты, очень жесткие. Эта глава очень жесткая. Вот, поэтому, если вы убежденный моралист, лучше, нахуй, выключайте сразу и все. Ну и, соответственно, если вы впечатлительны, то тоже не стоит. Глава, в принципе, можно сказать, что филерная. Если вы ее пропустите, ну, вы немножко, немного потеряете. Просто одна из таких важных фигур, как Коннор Дмитрика, для вас останется также таинственным загадочным психопатом. Вот. Глава 6. Первый вампир. Прямо сразу хочу поменять на гибель Ноксло. Вот. Ноксло. Это кто более-менее читал мою вторую книжку с знаком с космологией. Десятый мир. Мир демонов. Встал. Ладно. Так, все. Я предупредил. Типа 18+. Могу схватить банну. Хрен его знает. Ладно. Утреннее солнце озарило мирный Гранд Линишт. Его теплые лучи коснулись белокаменных стен множества различных домов и отразилось от их медово-бронзовых крыш. Несмотря на столь ранний час, вряд ли в столице кто-то сейчас спал. Красивые, подобные произведениям искусства, архитектурные здания пылали огнем. Воздух полнился смрадом, а улицы заполнили полчища невиданных и ужасных в своем омерзительном облике тварей. Монстры наводили на местных жителей до сего дня невиданные им эмоции, ужас, страх, панику и смятение. Демоны убивали, разрывали и поедали людей всех без предпочтений и разборов. Всех, кому не повезло, оказаться на пути черной волны ненависти безумных существ. Мир Нокслов, в котором находился Гранд Линишт до вчерашнего дня, не знал, что такое ненависть, злоба, гнев, страх и отчаяние. Тем более в светлых головах обитателей мира никогда не было мысли об убийстве. Никто из них даже и помыслить не мог, что кто-то может специально прервать чужую жизнь. Такое слово, как убийство, было им неизвестно. Живущий по миру любимому доброму шаблону Нокслова был лишен всех негативных эмоций и побуждений. Люди знали, что такое боль и смерть. Испытывали небольшое горе, когда несчастье случалось с их родными и близкими, но никогда не унывали с этого. Волна первородной ненависти пролилась на этот беззащитный мир и всего за ночь уничтожила тысячелетнюю цивилизацию. Создатель Нокслова просчитался и не учел, что добро и зло две неотъемлемые друг от друга составляющие единого целого. Есть негатив и отрицательные проявления всех живых организмов. С самого создания, что копился в сотни миллионов лет, обрел материальную форму и напал на то, что ему было противно с начала времен. Азгалок прибыл на свою платформу после ссоры с сестрами, чтобы спасти свою планету и защитить ее, исправить свои ошибки. Но было уже поздно. Вместо процветающего мира он узрел выжимую пустошь пепла, плена и руины. Аватар увидел, как изуродовали его творение, его дитя и смысл жизни. На протяжении половины бесконечного времени он смотрел на истерзанный труп планеты и рыдал в отчаянии, скрипя зубами от гнева. Тогда-то и появилась она, непроглядная, как черная злоба, жгучая, как литая ненависть, и жестокая, как самая безмерная отчаяния. Та, кого впоследствии назовут Менатрикс погибель миров. «Мой король! Эти существа продолжают разрушать здания и личное имущество граждан, а также вызывать скоропостижный кончинение», – рапортовал Глашатый своему правителю. Мужчина на троне, что носил типа у короля этой земли, сидел в глубокой задумчивости. То, с чем пришлось столкнуться ему, просто ему непостижимо, за всю историю его рода, да и других родов, во всей известной истории. В общем-то, не случалось подобного. Король столкнулся с непреодолимой силой, с незведанными тварями, которые не то чтобы грозили, а уже почти полностью уничтожили все, что перешло ему от предков по праву наследия. «Мы пытались поговорить с ними, но существа не идут на контакт, хотя уже точно известно, что некоторые из них понимают нашу речь и могут дальше разговаривать», – продолжал прелегированный гражданин города Линишта. «А что они говорили?» – спросил сразу же сидящий на кроме. «Лишь омерзительные вещи, с вашего позволения, Сир, я бы не хотел это повторить». Дождавшись дозволения, аэропортующий продолжил. «Мы пытались от них укрыться и переждать как самый страшный ураган, но ни стены, ни самые крепкие двери не останавливают их нахер. К тому же эти существа продолжают, продолжают». Он задумался, пытаясь подобрать слова для описания того, чего не знал. «Этому даже нет названий. Они просто заставляют людей встретить смерть раньше срока». «Это просто немыслимо», – воскликнул Конрад Демитрикаев, откидываясь со вздохом на спинку трона. «Никто и никогда не сталкивался с подобным. Простите меня. Я подвел вас, как правитель». Король поднялся с трона, валяя свой внушительный рост и, расправив плечи, заговорил. «Это проблема, у которой нет решения. Это конец. Последний день и точка нашей истории», – Конрад обвел взглядом сволнованный репетий тех, кто успел спастись и его замки. «Сегодня наша жизнь закончится. К сожалению, несмотря на это, я рад, что знал вас и что встречу свою пресновременную смерть среди вас, моих дорогих граждан, близких друзей и семьи». Транный зал взорвался аплодисментами и криками поддержки в перемешку с благодарностью. Собравшиеся люди в зале принялись и тихо переговаривать, вспоминая былое, обниматься, целоваться и радоваться друг другу. Никто из них просто не знал, что им нужно бояться и как это делать. Все хотели провести больше времени с любимыми, прежде чем неизвестная смерть настигнули их. Вскоре двери, ведущие в тронный зал, были разбиты. И толпы, и в толпы растерянных людей ворвалась смертоносная демоническая масса. Мужчины, женщины, старики и даже дети встречали. И даже дети умершлялись на месте различными ужасными непостижимыми умов. Слишком часто это непостижимые умы. Умершлялись на месте различными ужасными и жуткими образами. Ко всем мольбам и попыткам разговора существа были глухи, а сопротивление никто не мог им оказать. Попросту не знал так. Монстры, устроив пиршество посреди смерти, перебили всех, кто находился в тронном зале, кроме Конрада и его семьи. Тех лишь отделили от него кольцом омерзительнейших тварей. Кто? И зачем все это делается? – вопросил громогласно король, справившись с первоначальным шоком и внезапными приступами тошноты. Он слышал из докладов о немыслимых делах иноземцев, но даже самым худшим с ним не мог представить себе такое. Демоны разрывали его подданных живьем на множество частей, поедали их и просто уродовали тела, используя для этого специальные приспособления. Некоторое время залп был наполнен криками, болями и стонами. Сейчас же тут царила тишина, тишина прерываемая чавками и рычанием тварей. А также проснувшаяся младшая дочь заплакала, испугавшись на руках у матери. «Я прошу вас прекратить делать это, причинять моим людям смерть!» – воскликнул он, громко пытаясь начать диалог с непрошенными гостями. «Чем мы заслужили такое обращение от вас? Если вам что-то нужно, давайте обсудим это. Прошу вас, остановитесь!» «Они не понимают твоей речи!» – проскрежетал голос в его голове, при этом доживая сильную боль. В зал вошла высокая женщина. Она была полностью ногая, но с раму разглядеть не представлялось возможным. Все ее тело состояло из неправерной тьмы. Казалось, что вошедшая поглощала весь свет и краски, что окружали ее. Единственное, что нарушало черноту в ее облике – это были глаза. Две маленьких щели, из которых рвалось белое пламя. От ее вида у мужчины все похолодело внутри, появились смешанные непонятные ощущения и разъявления. Незнакомка подошла ближе. Из-за спины у нее красовались огромные огненные крылья, которые сжигали в прах все, чего касали, и плавили камень на сводах тронного зала. А даже если бы и понимали, то не остановились бы. Вновь болевым ощущением прозвучал ее голос в голове Конрада. Только сейчас вблизи правитель заметил, что лтой не было рта, и он задумался, каким же образом он слышит голос незнакомки. Мужчина рассмотрел ее полностью. Гладкое лицо. Гладкое лицо и встретился с ней взглядом. От этого все его тело разорвало от боли, и он упал, как подкошенный. Его семья, что была относительно рядом, также скрипнула в муках, когда гостья обратила на них свой пламенный взор. Осторожно, Менатрикс. Послышался мягкий и теплый, словно мед, голос. Со стороны трона и болевые ощущения тут же прекратились. Этот человек еще нам послужит в исполнении нашего очищения. Правитель повернулся в сторону своего трона. На нем сидело весьма странное существо, очень непохожие на тех тварей, что заполнили его землю. Небольшого роста, с мордой больше похожей на кошачьих, растопыренными ушами и мощной надбровной пластины, за которой скрывался ряд мелких розов. Да, да, послужу, воскликнул гораздо громче и напористее, чем того хотел король. Все, что угодно, только прекратите свои деяния в отношении моих подлинных и семьи. Громкий смех Менатрикс раздался по залу, от него закладывало уши, и разбивались окна. «Оглянись вокруг, король!» — заскрешетал голос демона. «Ты правитель царства Мердецова, в разрушенном королевстве. Ты и твоя семья — все, что осталось от живых представителей этого мира!» «Как?» — только и вырвалось у Конрада. «Делай свое дело, Аватар!» — бросила Менатрикс сидящему на троне, игнорируя вопрос человека. «А у моих деток сегодня пир!» «Так-так-так, Менатрикс, не забывай! Нам нужны будут трупы!» «Что же за король без своих подлинных?» Фыркнув гостья, сложила крылья и, развернувшись, покинула тронный зал. За ней потянулась и вся мерзительная ватага тварь. Остались лишь те, что охраняли семью Конрада. «Зачем? Зачем вы все это делаете?» — спросил король у наглеца, что занял его трон. «Ты не поймешь. Пока не способен все осознать. Но когда я с тобой закончу, ты станешь верным инструментом судьбы. Моим пером, что перепишет книгу бытия». «Я готов ко всему!» — ответил Конрад и напрягает. «Только прошу, не причиняйте моей семье боли и смерти!» «О-о-о!» — протянул аватар и лукаву улыбнулся с аэтичной пастью. «Я с ними ничего не собираюсь делать. Но вот ты!» Глаза говорившего вспыхли белой дымкой, и мужчина почувствовал давящую боль в груди. «Словно сердце схватили ледяной рукой, не позволяя ему биться». «Не позволяю я, Дэнди, ему биться». «Конрад упал, изнемогая и задыхая. Воздух с ревом человека покинул его ледки, и в голове раздался чудовищный гул. От затихающей пульсации крови в висках мысли сокращались и рвались, глаза горели от него. И бельмо застилало взор, отправляя сознание за дверь. Сколько продолжалась мучительная пытка, человек не мог осознать. Но когда раз он вновь к нему вернулся, то тронный зал уже освещали не солнечные лучи, а факела и огромный кофер средь него. Из утвари, что сделали демоны. «Восстань, Конрад Демитрикая! Восстань, первый из первейших!» Прозвучался тот же мягкий голос Аватара. «Восстань, мое новое творение! Мое перво судьбы!» Сквозь боль, первый из рода вампиров поднялся и сразу же посмотрел на свою семью. Все были целы. Анна, его жена, все так же прекрасна, даже в столь ужасный миг. Она держала на руках годовалую малышку Форин, та, несмотря на все, безмитесно спала. Старший сын Дору обнимал мать и младшую сестру Нанью. Все его родные выглядели уставшими, но держались стойко, по-королевски, как и полагалось им. Конрад бросился к ним, чтобы обнять их. Непонятное чувство в груди наполнило его. Ему было плевать на Аватара и демонов поблизости. Он лишь хотел коснуться своих родных и сказать им несколько слов утешения. Он побывал на пороге смерти и испытал ее объявления. Страха перед тьмой не было. Он еще не знал, как бояться. Но появился страх, что он может больше никогда не увидеть в своей семье. Дорогие мои, любимые, обнял он своих родных. Я с вами, я рядом, мы справимся. Он прижал к груди Анну и залюбовался спящей малышкой. Остальные дети тоже придвинулись к отцу поближе. Сорин выглядел очень невинно и мило. Маленький комочек его счастья. Маленький вкусный комочек. Его любимое дитя. Дитя полное жизни. Его маленькая малышка. Полная сладкой крови. Конрад тряхнул голову, не понимая своих ужасных мыслей. Его белозноб и тело содрогалось в изнемождении и желании. Его зубы ныли от боли. Чувство неутолимого голода наполнило мужчину их внутри. Он хотел есть. Поглощать. Но не просто еду. Он хотел пожрать в жизни. Что так отчетливо чувствовал своих родных. Они были наполнены ею. И этот запах начал сводить его с ума. Малышка так аппетитно выглядела. А ее делеслышное сердцебиение ласкало слух. Нагнетая чувство голода еще сильнее. Кошмарные мысли заполнили. Наполнили сознание Конрада. И он в страхе успешил отодвинуться от родных. Но вампир уже не мог себя контролировать. Под крики ужаса союзений он схватил ссорин и вцепился в ее маленькую шею. Настолько маленькую, что еще немного. И он бы просто откусил ей голову. Крост младенца взбудоражило все его живые животные инстинкты, которых ранее не было у Конрада. И он принялся жадно пить. Сильные мужские руки сдавили маленькой кельце, словно полупустой бурдюк с живительной лапой для жаждущего. Насытившись, вампир просто откинул младенца. Как не нужно ему более легче. Остальные члены его семьи смотрели на чудовище, покрытое кровью, потеряв на печь. Мужчина же этого не замечал. Он упивался тем, что наполняло его новыми чувствами, чужой жизнью, что растекалось по его вене. Да, познай же жажду крови и радость ее утоления. Познай же стопы. Тихо говорил аватар со своего места. Познай все то, чего ты так преступным был лишен. Больше никаких хабрин ограничений. Развлекайся и страдай. Конрад схватил Анну и сорвал с нее одежду. Им обладела неописуемая жажда. Вожделение. Он хотел тело женщины, но не как раньше, не с той любовью, что переполнял ее, а с совершенно новым чувством, со всей неуемной поховью и желанием соизма. Он хотел властвовать над ней. Он хотел взять ее грубо и жестоко, так как никогда этого не делало. Мыши наполняли его голову и радовали безумно больной разум. Разогревали его еще больше. Ему было плевать, что на них смотрит толпа демонов и его дети. Это доставляло еще большее удовольствие от процесса. Окружающие их монстры улюлюкали и издавали непонятные звуки. Но по их рожам было видно, было понятно, что им это нравится. Так же, как и самому Конраду. Когда он закончил женой, от нее осталась лишь бесформенная кровоточащая оболочка с переломанными костями. Дору вырвался из рук, что его держали. Дору вырвался из рук, что... Так, поменять не станет. Дору вырвался из рук, что его держали, и стал местным безумным, что был его отцом и сестрой. Он что-то кричал, пытался достучаться до Конрады, пытался защитить нас. Хоть и не знал, каким образом это сделать. Первый вампир, уже почувствовав всю ярость, ее бурлящий азиотаж, просто схватил своего ребенка за голову и принялся убить ее от пол. Когда надоедливые крики Дору стихли, Конрад Димитрикаев встал и направился к дочери. К своему последнему ребенку Налья билась и рыдала в истерии. Ее сердце бешено стучало и ласкало слух вампира, словно звуки блаженной Наль, мелью. Мужчина крепкими руками схватил ее за горло и принялся души, наслаждаясь агонией, метящимися в страхе глазами, ритмом затихающего сердцебрежения дочери. С последним ударом сердца Налья все наваждения и нервана пропали. Судовище отпустило дочь, и ее тело с глухим звуком упало под меня. Конрад попятился, потеряв Дорвич. Шок. Шок дрожью прошелся по его телу, вызывая рвотные пазы. Мужчина стошнило крови, и он зареял, словно веки звер не силах наусправиться с неведомыми неравными чувствами. Глядя на свои дрожащие руки, покрытые кровью, его любимых, он осознал садейно. Не силах что-либо еще осознать, мужчина рванул вперед и выбросился из ближайшего окна. Непродолжительный полет показался вечности, за которую десятки тысяч раз промелькнули картины, Кошмарные расправы над его семьей. Каминно-скотовой, треск костей, мимолетная бога, загвение, ведьма. В пустоте раздалось иконе часов. «Это не твоя судьба», — проговорил аватар где-то в черноте. Иконе ускорилось, и его звук стал нарастать до оглушающего шума. Конрад Дмитрикаев вновь открыл глаза, и вот он стоит перед своей семьей. Аня, Сори, Дору и Наня, живые и невредимые, уставшие и напуганные, полные крови, желанные жизненно имели. Его же, как и в прошлый раз, наполняет уже знакомое чувство жажды. Кровь семьи вновь манила его, и сердцебиение родных взвало. Безумец, как и в прошлый раз, бросился на младенца, чтобы вырвать его из руканы. В этот раз Дору вступился за родных раньше. Конрад схватил юношу за голову, но тратить на него свое время не хотел. Жажда не позволяла ему отвлечься. Сильным толчком он отправил сына прямо на рогатую голову одной из собакоподобных тварей, что стояли рядом. Демон затряс головой, пытаясь скинуть насажденного на рога человека, а ближайшие соровничек приняли хватать конечности и растирать умирающую жертву на части. От запаха пролившейся крови вампир потерял остатки самообладания и вгрызся в шею Анны, чтобы поглотить ее кровь. Ее жизнь. Сорин выпал из рук мертвой женщины и заплакал еще сильнее. Конрад впервые испытал раздражение. Плачь дочери взбесил ее. Он мешал ее насладиться женой. Сейчас некогда любимая малышка стала лишь надоедливой букашкой под ногами. Поэтому мужчина просто не глядя раздавил ее сапогом. Отец смотрел на Надю, что уже задыхалась от страха. Жажду он уже утолил. Молод похуй. Жгучим пламенем ворвалась в его тело и заполнила безумную иголу. Демоны, что держали дочь, Конрада поняли его взгляд и сорвали с нее одежды. Чудовище налетело на нее со всей грубостью и неемным желанием. Сердце девушки разорвалось на силах выдержать того, что она испытала в первые же минуты. Мужчина это не остановило. Он просто насиловал труп своей дочери, попутно связанного. Надя старшая, ей 18. Все. Вот. Получив необходимое удовлетворение, Конрад Дмитрикаев вновь перешел в себя. Пелена первобытных животных желаний и злобы спала за ним. За ним, как и в прошлый раз, пришел экзистенциальный кошмар. Шок и трепет. Уже знакомые, знакомые и чуть ли не родные чувства захватили. С каждым разом ему все легче было проживать это. Так, точку забыл. Небольшое отступление. Если у вас сейчас возникла мысль, лад, то нормально. Надо просто читать дальше. Я часто, у меня есть такая, грубо говоря, фишка, когда осознание приходит после. Сначала идет что? Непонимание. Осознание дальше по тексту. Главное это. Совсем не расстроиться. Да. Ты чудовище. Звучал вдали голос аватара. Ты до сих пор не понял этого? Конрад вновь не смог совладать с собой и рванул прочь от убитой семьи. Не задумываясь, он бросился в адское пламя костра, что демоны сложили посреди зала. Он уже так делал. Неоднократно. Сколько раз он проживает этот момент? Каждый раз одно и то же. Сценарий действовал. Детали меняются. Но итог всегда один. Детий огонь с шипением быстро пожрал его тело. Ужас осознания многократности. Боль. Тьма. Как и в первый раз. Как и во множество других. Как и во множество других. Раздалось тиканье часов. Это не твоя судьба. Вновь проговорил аватар. Нарастающий шум вновь оглушил Конрада. И он стоит перед семьей. Неумолимое чувство голода сжигает. Вампиры изнутри. Лучше просто. Тогда лучше вампиры. Неумолимое чувство голода сжигает вампиры изнутри. Их страх. Их запах. Тогда нам же не добавить их. Их страх. Их запах. Сводит с ума. Этот момент он ясно помнил. Мужчина проживал его уже не одну сотню. Тысячу раз. Глядя на когда-то любимых ему родных людей. Его наполняли жажда и животные страсти. Вновь появлялось желание пытать и убивать. Как и множество прошлых разов он встал в десятки тысяч из этих вариантов. И ему это понравилось. И ему это нравилось. И хотелось еще и еще. Зверь сорвался с сыпи, как обычно. Первым была ссора. Но малышка уже не вызывала ее. Ни любви. Ни умиления. Сейчас младенец был длинном. С его лишь лежащим комком разгрожения. Вампир выхватил его из рук Анны. И бросил демоническим псам. Этим тварям всегда нравилось подобное лакомство. Его жена была наполнена жизнью. Чересчур много жизней. Для нее одной. В какой-то момент мужчина понял, что она беременна. Она скрывала это пьет. И когда тот вновь и вновь понимал это, то свирепел еще сильнее. Удовлетворял свою жажду крови, похоте и садизма. Каждый раз придумывая все более изощренные способы. Сын уже не сопротивлялся безумству. И служил просто грушей для битья. Инструмент для удовлетворения его гнила и злого. В какой-то из подобных моментов Коммер понял, что его семья так же, как и он, все помнит. Что они так же, как и он, проживают это представление кошмара. Каждый раз все чувствуют и помнят. Раз за разом видят его падение. Монстр, что был когда-то отцом, подошел к своей дочери. Как делал это раз за разом. В самом конце наслаждаясь ее истерикой. В этот раз мужчина превзошел из себя. И слабое сердце Мали разорвалось, как только он ее коснулся. Но это никогда его не останавливало от совершения задуманного. Сотни тысяч раз или даже больше Коммер Демитрика и убивал свою семью. Он уже не помнил сколько раз и как. Он не мог запомнить это бесчетное множество свинских. Все они сливались воедино. Даже несмотря на многогранность и вариативность этих липков времени. Все сливалось в единую разнутую картину. Оглушающая тиканье часов, осознание себя, неумолимая жажда, расправа и нирвана процесса. Осознание содеянного, неописуемое страдание, смерти. Тиканье часов и голос аватара. Это не твоя судьба. Как бы ни менялся этот сценарий в деталях и действующих лицах, итог всегда был один. Тиканье часов вновь раздавалось в одни. Это не твоя судьба. В предвычном прозвучании слова. «Хватит!» – измолился Конрад Демитрика. «Я готов принять свою судьбу». «Неужели?» Так незнакомо прозвучал голос из головы. Конрад даже не помнил, откуда он узнал его имя. «Проверим, как ты усвоил урок». Звук тиканье часов стал нарастать до облегчающего шума, и Конрад открыл глаза. Анна, Сорин, Дору и Надя, как всегда, уставшие и безвольные, стояли перед ним. Они уже давно смирились со своей судьбой. Были не в силах этому противиться и испытать боль и страх. Так же ярко, как и в первый раз. Но то, что чувствовал Конрад Демитрика, первый вампир, ему было достаточно. Судовище направилось к своей семье. Дору уже, наверное, по привычке попытался стать между ними женщинами. Вампир просто оторвал ее голову и бросил в толпу ликующих демонов, что принялись играть и перекидываться ею словно мячиком. Сорин. Сорин все так же плакала, как и всегда. Единственная, кто не мог осознать всего этого кошмара. Тротить намерял в руину, Конрад не хотел, поэтому просто разбил голову раздражающего младенца от пол. Анна, его любимая жена, вновь послужила ему сосудом удовлетворения жестокости и похот. Первый вампир уже научился сдерживать свою жажду крови, изнывая ее от нее, надержась до последнего, чтобы получить гораздо больше наслаждения. Быстрым рывком он подлетел к Наде и вырвал ее слабое сердце из груди. Сдавив его, он жадно глотал насыщенную жизнью крови. Конрад, откинув бескровное сердце дочери и, перешагивая через трупы родных, подошел к изголову. Эти люди больше не волновали его. Он закончил их жизнью так, как и предполагалось судьбой. Это их судьба, судьба быть убитыми вновь. Мой же путь, как я понимаю, только начинается, произнес он аватару, сидящему на троне. Ты прав, мой друг, велики дела нас штукки на то-то месте. Нам предстоит очистить вселенную и написать новую книгу бытия. Теперь ты готов. Жду с нетерпением, друг. Вот, такая небольшая глава. Ну, жестокость, да, я больной ублюдок и все такое. Можете об этом говорить. Это сделано для контраста. Вообще, все подобные вещи у меня более... Ну, во-первых, мир очень жесток. Наш мир жесток. Вот то, что описано у меня в главе, для реальности есть гораздо хуже вещи. И не только в мире, но даже в России. По соседству происходили гораздо хуже вещи. Вот. А моя вселенная еще более жестче. Поэтому и приуменьшать эту жестокость я не собираюсь. Ну, потому что нужно видеть контрасты. Здесь у меня в основном, блин, идет, как бы, туповатая, полу-юмористическая фэнтези, фэнтези, приключенческая, с клубком интриг, который туда закинули и размазывают. Вот. С каким-то глобальным замутом. То вот такая жестокость должна работать для контраста. Если тот же вот ритуал Леди Престера из второй части у старой перечницы, именно одной из моих читательниц, вызвал очень противные смешанные тоже ощущения, как она сказала, такое чувство, как будто поглядываешь за нанистом. Вот что ж, я рад. Это так и должно работать. То есть, когда ты читаешь, например, во второй книге, это очень хорошо работает. То есть, там все начинается так легко, нормально, нормально, потом такая драма, ты начинаешь переживать, ты охереваешь от этих поворотов. Особенно, когда книга, как обычно, глава обрывается, начинается другая линия, ты хочешь пропустить эту линию, чтобы прочитать, что там было дальше, а эта линия рвет тебя еще больше, и ты не знаешь, за что браться. И тут бах. Просто баааааа. Вот, это сделано именно для этого. Вот, таким образом был создан первый вампир Конрад Генетрикаев. То есть, таким образом его ломали. Это как раз для раскрытия его маниакальности, приверженности, судьбе. То есть, он психованный маньяк. У него есть книга бытия. Все должно случиться так, как случится. А, ну, что я говорю, я это, блин, я это буду описывать в следующих главах. То есть, вот тут, это описание, я долго думал вставлять эту главу в книжку или нет, но решил все-таки ставить. И то, она отредактированная. То есть, эта глава урезанная. То, как я написал в первом варианте, было гораздо жестче и гораздо больше. Вот, и даже тут, ну, даже тут я решил, такой, не, надо самоцензом заняться. Вот, а, да, то есть, теперь вот примерно есть представление, как Конрад до этого дошел. И дальше будет уже немножко раскрываться мотивация, то есть, как это все должно происходить. Да, системы утрачены, по-моему. Так что нам как раз в следующей главе главный герой встретятся с Конрадом. Вот, и его там порвет немного главного героя психологически. Что ж, вот, на этом все. А, да, сразу отвечаю. Это было, на самом деле, все придумано очень давно. Еще году-то, в 2010-м. Вот, в этом году, да, это я продумал все в деталях, и как это именно будет происходить. Ну, вот эта вот цикличность, она была придумана, в принципе, давно. Я тогда еще не знал о проповеднике сразу. Не надо меня обвинять в плагиате. Вот, просто некоторые вещи у дураков сходятся. Вот, невозможно, ну, почти невозможно сейчас придумать что-то оригинальное. Надо, вот, всегда что-то, что-то когда-то подобное уже писал. Вот, все зависит от того, как ты это преподнесешь сам. У меня вот эта цикличность разбавляется тем, что это вариативность. Хотя, да, хотя вот я только что понял, даже это вариативность была. Это «Звездные врата», одна из серий, когда они в петле времени застали. Точнее, не в петле времени, это прям даже, по-моему, в первом сезоне, когда они попали на планету, и там чуваки живущие, они были погружены в сон. И вот они через сознание проживали моменты жизни друг друга. Ну, типа матрица у них такая была. И вот там, когда они... Новые люди пришли, они, естественно, начали гулять по их воспоминаниям. И вот там была вариативность изменения. А, ну, была петля времени, где тюк в ней был, он тоже менял. Пытался там, где базу их уничтожали, он тоже пытался это предустановить. Но вот в конце как раз он сдался. Там был момент, где он просто вот так... Присходит пиздец, он появляется в нём и уже просто садится вот так, обхватывает голову и рыдает. Вот тут так же, то есть. Ну, просто методически, психологически, сотни тысяч раз проживаем, блин, вот такое. А для человека, который в жизни не знал, что такое не то чтобы убийство, там и раздражение, даже раздражение никогда не испытывал. То есть никаких отрицательных эмоций. Мир Ноксла это был мир телепузиков. Здравствуй, Тимки, здравствуй, По. Пойдём дружить. Вот. Что-то я уже сам в мыслях теряюсь. Ну, короче, вот так. Есть ещё, вот, седьмую главу, не знаю, может быть я сегодня, но попозже её прочитаю. Фиг его знает, это прикольно. А это вот такая вот глава. Эксклюзивчик. Больше нигде её в сети нету. Ну, в печатном варианте она в сети не появится. В печатном варианте только пять глав есть в сети, они в группе ВКонтакте. Ссылки где-то в описании видео, но в описании этого видео ещё нету, я их добавлю. Сейчас как только закончу. Что-то хотел сказать, уже забыл, но, короче, я потерялся в мыслях. Что ж, всем спасибо. Не знаю, кому это надо, кому нет, но если ты досмотрел до этого момента, ты вообще герой и красавчик. Не болей, не кашляй, и пока-пока. Продолжение следует...